Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 369 из учебника математика 6 класс Веленкин-Жохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. Итак, найдите значение выражения. И дано два вот таких выражения. Ну что ж, приступаем к работе. Первое записываем под буквой А. И видим, что у нас есть обычные дроби и есть десятичные дроби. Ну, я предлагаю для начала, потому что мы не знаем, куда лучше привести, но поскольку здесь вот 25 у нас стоит, то легко привести к другому знаменателю, например, к 100. И перевести это все в десятичные дроби. Для этого нужно умножить 25 на 4. Значит, и дополнительный множитель, то есть и числитель, и знаменатель умножить на 4. Здесь и здесь. Чтобы в знаменателе получить 100, и чтобы перевести дробь в десятичную. Потому что мы знаем, что для десятичной дроби нужно, чтобы в знаменателе было 10, 100, 1000 и так далее. Итак, что мы получим? Первая дробь у нас будет 12 сотых, плюс 0,34, так и остается. И вторая дробь минус 16 сотых. Так, ну, а теперь у нас есть 12 сотых, 16 сотых. Мы можем записать их уже как десятичную дробь. Это 0,12 плюс 0,34, отнюдь 0,16. И если мы посчитаем, это будет 0,30 или же 0,3. Потому что последний нолик, вот этот, который у нас получится, мы его не записываем. Можно записать, но как бы тогда учитель подумает или учительница, что ты чего-то не знаешь, не понимаешь. Потому что обычно его уже не записывают, а и говорят, что это 0,3. Так, в принципе, нам здесь не пришлось с дробями, с обычными работать, да, плюсовать их, минусовать. То есть, в принципе, мы, скажем так, отделались очень быстро и очень легко, переведя просто в десятичную дробь. Ну, посмотрим задание Б. Будет ли оно тоже настолько легким? 7,9 отнять 0,4, отнять 4,15. Ну, здесь уже как бы мы не переведем. Или надо очень-очень подумать нам, как его перевести. Ну, в общем, сразу сходу и не скажешь, можно ли перевести в десятичную. Поэтому предлагаю перейти, наоборот, в обычные дроби. В обычные дроби перейти, то есть 0,4, это 4 десятых. И предлагаю сразу, чтобы не расписывать это по сто раз, привести дроби к общему знаменателю. Зачем это нужно? Потому что иначе мы не сможем отнять дроби с разными знаменателями. То есть, как это вообще все делается? Видео с теорией по этой теме, кстати, находится по ссылке в описании под этим видео. Если ты не умеешь отнимать, находить сумму, сравнивать дроби с разными знаменателем, перейди, посмотри, не ленись теорию. Буквально несколько минут там на каждое, вот если взять это разницу, да, буквально там 3 минуты ты посмотришь, как находится разница, и тебе станет понятно, что и для чего мы сейчас будем делать. Итак, находим сразу же, приводим, точнее, к общему знаменателю. Если здесь у нас знаменатель 9, здесь будет 10 знаменатель, и здесь 15. Общее, общее кратное будет, но если взять 9 и 10, то у них наименьшее общее кратное 90, да. В принципе, 90 делится на 15, поэтому наименьшее общее кратное будет 90 у всех трех знаменателей, и это означает, что это будет наименьший общий знаменатель. Опять, кому непонятно, о чем я говорю, просто сходите, посмотрите видео с теорией по этой теме, и вам все станет понятно. Итак, приводим к знаменателю 90 наши дроби. Записываем с дополнительными множителями. Итак, для первой дроби дополнительный множитель 10, для второй здесь как бы 10, да, 4 десятых, дополнительный множитель 9, и для третьей будет 6. Не забываем знаки ставить те, которые были. Так, ставим под общую черту со знаменателем 90, здесь у нас 70 минус 36 минус 24. Отнимаем это все, и мы получаем 10 девяностых. Это мы можем сократить легко на 10, да, и получим 1 девятую. Вот и все, в принципе, на этом задании мы решили. Ничего сложного в этом нет. Главное знать правила, знать теорию, и все легко и быстро решается. Переходи по ссылке в описании на наш сайт также, и там ты можешь решить самостоятельно похожее проверочное задание, и получишь за это баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если тебе понравилось видео, поставь лайк. Кто не подписан, подписывайся на канал. Если есть вопросы, комментарии, оставляй их под этим видео. Ну, а я со всеми прощаюсь. До следующего задания. Субтитры сделал DimaTorzok